Не секрет, что сложившаяся социальная обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. На дорогах становится все больше машин, многие водители не выдерживают скоростной режим. На улицах встречаются личности, которые могут нанести вред психическому и физическому здоровью людей. В рамках акции «Безопасное детство» в Муцеловурской средней общеобразовательной школе номер один прошло мероприятие «Безопасность детей на дороге заботы общества». Организована акция главным специалистом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Хасавертовского района Наидой Камиловой. На мероприятие принимали участие также работники отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хасавертовскому району и представители социальных служб. Накануне своего рождения ребенок спросил у Бога. Говорят, как же я буду там жить, ведь я так мал и беспомощен. Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о ней. Здесь, на небесах, я пою и смеюсь. Этого достаточно мне для счастья. Твой ангел будет петь и улыбаться. Для тебя ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. И что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? Твой ангел служит твои руки вместе и научит тебя молиться. Я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня? Твой ангел защитит тебя, даже рискнув собственной жизнью. Эх, мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя. Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом с тобой. Скажи мне, как зовут моего ангела? Его имя не имеет значения. Трудишь просто называть его мамой. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мой день рождения. Я бы мог отметить свое одиннадцатилетие. Наверное, мне бы подарили велосипед. Но год назад меня сбила машина. Я никогда не смогу увидеть своих друзей, обнять родителей. И никогда не стану взрослым. Если бы не эта трагедия, то мои родители были бы живы. Но жизнь не выбирает, кому уйти, а кому остаться. Они погибли в автокатастрофе, потому что не пристегнули ремни. Добрый день, уважаемые гости, учителя и учащиеся. Как сделать детство малыша беззаботным и счастливым? Уберечь от бед и невзгод. Как сделать его жизнь безопасным? Безусловно, это не так просто. Как может показаться на первый взгляд? Подрастая, малыши начинают активно адаптироваться в окружающем мире. День за днем, познавая что-то новое. И наряду с интересными и полезными открытиями, их каждый день подстерегают многочисленные опасности. Как в быту, так и на улице. Поэтому очень важно заложить основу безопасности в самом юном возрасте. Для решения этой проблемы объединили свои усилия инспектора ПДН, инициатививая проведение акции «Безопасное детство». Для самых маленьких граждан, воспитанников школы. Для открытия предоставляется слово нашему директору Мурату Хаджакаевичу. Дорогие ребята, сегодня мы проводим с вами акцию безопасного дорожного движения. Это очень важно в наше время, когда много техники. Вы, наверное, обращайте внимание, что по нашему селу, как по большому городу, вот такое интенсивное движение. Конечно, вот у нас есть, значит, маршрут движения в школу. Для этого, это все сделано для вашей безопасности. Вот нередко, когда идешь по дороге и смотришь, как беспечно наши дети ходят и пересекают, ходят по дороге и пересекают улицу. Пока это, как говорится, беда не дойдет, мы умом не доходим до этого. Но мы должны быть всегда осторожны, всегда заботиться о своем здоровье. И, конечно, с вами, если что-то нехорошее произойдет, это будет большим горем. Не только для ваших родителей, но для нашего села тоже. Поэтому всегда надо быть осторожным. Есть правила дорожного движения, которые мы с вами должны неукоснительно соблюдать. Есть, значит, правила, и, значит, все эти правила, они сделаны для того, чтобы вас обезопасить. И сегодняшнее наше мероприятие мы опять возвращаемся к тому, чтобы вот нацелить ваше внимание, акцентировать ваше внимание на то, что вы соблюдали эти правила и заботились о своем здоровье, о своей безопасности. Сегодня у нас на нашем мероприятии присутствует, значит, бросив все свои очень важные дела, значит, пришли еще раз провести это мероприятие и обратить ваше внимание на то, что это очень важное дело, чтобы уберечь ваше здоровье. Сегодня у нас главный специалист районной администрации по делам несовершеннолетних Камилова Аида Мусаловна. Так, дальше. Сегодня у нас главный специалист по дорожному движению, по безопасности дорожного движения, капитан, значит, полиции, Ребекко Сулейман Абухасанович. И сегодня вы уже знакомы с нашими инспекторами по делам несовершеннолетних, которые не первый день и почти, можно сказать, постоянно бывают в нашей школе. Еще раз я хочу подчеркнуть, Айхану Мурадовну и Танзила Тагировна. Так, это мероприятие посвящено безопасности дорожного движения, чтобы оградить вас от возможностей таких нехороших случаев. Жизнь – самое ценное, что дано человеку. Она дается по праву рождения всем, а от человека уже зависит, насколько прекрасна и счастлива она будет. Да, мы не можем знать точно, где подстерегает нас опасность, в какой именно она бывает. Но в любой момент жизнь может оборваться. Ни трезвый водитель, ни внимательный пешеход, ни знание правил дорожного движения – все это может привести к страшным последствиям. Помните, ни одно, даже самое важное дело не стоит в вашей жизни. Большой планетой сел Нечного детства снова радуга-дуга встает. В лучиках ее цветы Наверно засияет земля и небо сход. Пройдется тихо, не тяги цветными И помчатся звон на ручики, Чтобы напоить скорее Своей цветной прохладой Волны сказочной реки. Я не крася в радуги Очень-очень рады быть Очень-очень рады быть Синий день и радуга-радуга Желаний Мы поедем осеньком По светым ступенькам шагаем Ползыми ногами Песня радуги поет Песня все том, о чем Мечтаешь, и так точно стоит Только загадать Если мы все вместе За руки возьмем все дружно Нам не смогут помешать Песня в планете Солнце людям ярко светит Тем, кто дружбой дорожит Все города далекие И континенты Радуга заедет Я прекрасно рады И очень-очень рады мы Очень-очень рады быть Синий день и радуга-радуга Желаний Мы поедем осеньком По светым ступенькам шагаем Ползыми ногами Песню радуги поет Дюйс WITH vor Последным ступенькам шагаем Ползыми ногами Песню радуги поет Пусть сразу не сплетят На наших планете Пусть сразу не все Улыбаются и дети Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, как идти? Их придумали, чтобы аварий не случилось с тобою в пути. Оттыщи-ка переход и иди спокойно. Это белый линий ряд на пальце черном. Много есть различных знаков. Эти знаки нужно знать, чтобы правиль на дороге никогда не нарушать. Посмотри на светофор. Светит он не красным. Если красным не иди, стой до места. Ясно? На лево посмотри и направо после. Если нет нигде машин, то иди не бойся. Если хочешь жить надолго, без проблем и без обид, изучай скорее дорожный ПНДшный алфавит. И как дорогу перейти по правилам мы знаем. Мы правила дорожные примерно изучаем. Чтобы не было тревоги, не случилась вдруг беда. Дисциплину на дороге наблюдайте вы всегда. Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек. И среди них значительное число составляют дети. Абсолютное большинство ДТП, как показывает практика, спровоцированных несовершеннолетних происходит по одной и той же схеме. Неожиданно из-за препятствий или из-за стоящего транспорта. Или перед близко идущим транспортом выживает малолетний гражданин, а водитель не успевает затормозить. Здравствуйте, дорогие ребята. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов за такое хорошее мероприятие, которое организовано по проблеме очень важной, которую мы сегодня вынесли в наш район. По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Косертовского района, совместно с ГИБДД и ПДН отдела полиции нашего района, мы проводим акцию «Безопасное детство». В целях предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Эта проблема очень важна не только в нашей республике, но и в нашем районе. Почему? Потому что на дорогах погибают дети, травмы получают дети. Вы сами, ребята, знаете, слышали и по телевидению, и в интернете читали, смотрели, что буквально недавно произошла страшная авария у села Карланюр, где погибли малолетние дети. Мы не можем такого допустить. И сегодня, конечно же, в светофоре три цвета – красный, зеленый, желтый. Но я хотела бы, чтобы желтый цвет стал сегодня главным, потому что желтый цвет – цвет внимания. Мы хотим привлечь ваше внимание. Мы хотим привлечь внимание всех к этой очень важной проблеме. Ребята, я призываю вас – скоро летние каникулы. Я призываю вас быть очень осторожными, очень внимательными. Мы все одновременно и пассажиры, и пешеходы. Эта проблема касается и меня, и вас, каждого из нас. Давайте будем внимательными на дороге. И еще, ребята, давайте проведем эксперимент. Вы согласны? Да! Вот тогда я предлагаю вам вот что. Вы сегодня придете домой, правильно? У вас дома есть люди, у которых есть машины. Отцы, братья, дедушка. У всех есть машины. Расскажите об этом мероприятии. И скажите, что у нас в районе проводится такая акция. Расскажите. И самое главное, когда ваш близкий человек куда-то уезжает, обязательно ему скажите, будь осторожен на дороге. Я тебя жду дома. Я люблю тебя. И тогда ваш отец, брат, близкий человек, который на дороге, будет помнить ваши слова. И с этими словами будет веже езжать на дорогу. Я вам всем желаю хорошего летнего отдыха и безопасности на наших дорогах. Я рисую на огне, мир почти такой, как наш. Я рисую на огне, акварелью и кулаш. Разные яркие войку, и на каждую серию цвету. Я рисую ту страну, где для слёд причинен нет. Я улыбка каждый день, мне почти всегда весна. Ах, где у всех, у всех людей, очень добрые глаза. Очень добрые. Ты целый век, где же счастье, вот оно. Такой добрый человек, посмотри в моё окно. Ты посмотри на моё окно. Я рисую этот мир, где ни зла, ни горя, нет. Ты посмотри, будет этот мир. Где добро всегда горит мир, который нужен век. Я рисую новый мир, пусть моя не стопкинки. Я рисую новый мир, эй, прохожая, вернись. Если что-то не хотят, запиши, измени. Я рисую свою огне, мы каждому должен быть. Но знаешь, что-то для беда настоящий миф поёт. Мы на стрелке, на свет, не забейте слёд, на взят. Это всё, человек, это всё, мои друзья. Здравствуйте всем. Прекрасное мероприятие. Самое главное – полезное. Если все наши дети будут знать, дети и взрослые будут знать и соблюдать правила дорожного движения, тогда наши с вами дороги станут безопасными. От того, что вы говорили здесь, в нашем районе произошло ДТП, что вы все знали, это не просто авария, это огромная трагедия для нашего района. Потому что я на своё время работы здесь, не помню, погибли двое малолетних детей, маленьких, как договорили, уже погиб их отец, ну, целая семья, она, считайте, мать ранена в больнице и тому, и тому. Чтобы вот такого не произошло больше в нашем районе, в нашей республике, и вообще нигде не происходило, вот такие мероприятия очень полезные. Поэтому я всем желаю, чтобы ваши каникулы прошли без всяких там проектов. СДБС ДТП. Спасибо. Кто находился сегодня здесь, давайте сегодня вместе научим наших детей жить безопасно. Выработаем у них иммунитет личной безопасности, чтобы быть спокойными в завтрашнем дне. Ведь только объединёнными усилиями защитить жизнь юного поколения нашей страны, его право на счастливое безопасное детство. Дети – это счастье, дети – это радость, дети – это в жизни свежий ветерок. Их не заработать, это не награда, их по благодати взрослым дарит Бог. Дети – это пута, жизнь пошла сначала, первые улыбки, первые шаги, первые успехи, первые провалы. Дети – это опыт, дети – это мысль. Правила дорожного движения – это для вашего здоровья. И не прибегайте дорогу, когда нет зебры. Безопасность детей в наших руках. Помните, ни одно, даже самое важное дело не стоит жизни. Берегите жизнь детей. Дети – ваше будущее. Я предлагала жёлтый цвет сделать главным цветом нашего мероприятия, потому что жёлтый цвет – цвет внимания. Мы хотим привлечь внимание всей общественности, всех граждан нашего района, к тому, чтобы мы были внимательны на дорогах и соблюдали правила дорожного движения. И поэтому я сейчас предлагаю волонтёров организовать флешмоб на улицах вашего города и подойти к водителям, повязать им ленточки на руку и призвать их быть бдительными и осторожными на дорогах нашего района. Сегодня проводится акция «Жёлтая лента». Сейчас после этого волонт будет проводить. Ребята, всё, что здесь было сказано, запомните и не забывайте. Ваша безопасность, ваше здоровье для нас всё. Поэтому берегите своё здоровье, берегите радость своих близких, своих родителей. Не заставляйте их печалиться. Пусть всегда в вашей жизни всё будет хорошо. Здоровья крепкого и долголетия. Ребят, а давайте вот сейчас хором скажем такую фразу лёгкую. Будьте осторожны на дорогах. Мы вас ждём дома. Три, четыре. Будьте осторожны на дорогах. Будьте дома. Дорогие ребята, я послужить. Дорогие родители, будьте осторожны на дорогах. Дорогие ребята, вот видите, какое красивое яркое солнце светит над нами. Я хочу пожелать вам, чтобы ваше детство было счастливое и над вами всегда сияло ясное голубое небо. Ребята, я часто вам говорю о безопасности на дорогах, особенно, когда вы утром идёте в школу. Ещё раз напоминаю, присоединяюсь к тому, что сегодня было сказано, а сегодня было сказано очень много полезного. Ребята, самое главное, чтобы вы это для себя уяснили и самое главное, соблюдали правила уличного движения. Ведь самое дорогое для человека это жизнь и это в ваших руках. Вам, ребята, счастья, здоровья, благополучия. Группа продолжает встречи с учениками и их родителями, чтобы подготовить первых к встрече с различными сложностями, а порой опасными жизненными ситуациями. Взрослым необходимо помочь подрастающему поколению реализовать свое право на здоровье и счастливую жизнь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова